В Волгоградской области живет много талантливых и одаренных людей, о некоторых из них широкая аудитория неизвестна, ведь они трудятся в глубинке нашего края. Именно поэтому мы решили восстановить справедливость и посвятить этот выпуск жителю Руднянского района Владимиру Рейну, человеку, который внес большой вклад в развитие гиревого спорта нашей страны. Я жил атлетикой, начал заниматься в 17 лет, именно штангой, мальчиком. 15 лет я выступал в жена области, был в предпризах, был чемпионом города Камышина в жиле атлетики. 16 лет поехали отдыхать туда, летом, к бабушке. Попал в парк, в старом городе был парк, живой, сейчас нет. Эстрадка там, первенство города. Я пошел, заявился, меня развесили. Вызупил до 52 килограмм, стал чемпионом. И Мушниковой обманул. И потом пошло, пошло, пошло. Был чемпионом, был призером области в городской. Потом уже в последний раз я в тезон третьих выступил, мне было 1 раз в 40 уже. Уже только в шестерку входил, сильнейших. И выступал я на первенство области вот так. До 57 лет я выступал. В 55 меня тогда был у нас президент гиревого спорта Курбанов. Курбан. В связи Курбан. Курбанович Курбан. Дагестанец. Очень грамотный мужчина. От бога талант. Вот мы видим спорт. Сукащара, Курбанович Курбанович, он сейчас в Дагестане живет. Уехал. Вот он меня надоумил. Говорит, Владимир Николаевич, а что ты не выступаешь? Я выступал за молодежи. По молодежи. Он говорит, что ты не выступаешь за ветеран? Говорит, да не знал, что такое здесь есть. Поедешь или поеду? Он мне прислал вызов. Как раз на Сволограде проходил чемпионат России. Вот среди населения гиревого спорта ветеранов. Я поехал. Теперь за худо выиграл. Владимир Николаевич победитель и призер не только всероссийских соревнований, но и международных. Его заслуги несколькими орденами отметила Международная федерация гиревых видов спорта. Его спорта – это силовая выносливость. Тут сила нужна, но и выносливость нужна, потому что 10 минут стоит работать. И в хорошем темпе. Вот у меня лучший результат на 24-й был 60 толчков, две гири. Это я уже показал, где-то лет в 40. Но я поздно начал заниматься, конечно. Вот. И 120, 120. Привоход я делал. А потом веса уменьшались, уменьшались, уменьшались с возрастом. Пять лет гири меняются, пять лет гири меняются. 60 раз вы выжимали 120? Толчок, да, толчок. 60 раз? Да, да. 120 килограмм? Да, вес у меня был 70 килограмм тогда. Вы думаете, это много? А если я вам скажу, что мои ученики на чемпионате Европы толкали по 155? Как вы думаете? Мальчики в 17,5 лет. Вот у меня Европа выиграл, он толкнул мне 155 раз. А Россия выиграла 144 раз толкнул. Большой вклад Владимира Николаевича внес в спортивную жизнь молодежи Руднянского района и Волгоградской области в целом. Он подготовил несколько мастеров спорта. Его воспитанники – победители таких соревнований, как чемпионат Европы, первенство России, чемпионат Волгоградской области и многих других. Самое главное, что все эти успешные ребята родом из поселения Руднянского района. И благодаря такому наставнику они смогли приобщиться к большому спорту, находясь в глубинке нашей страны. Сейчас проблем нет у детей. И родители не хотят, чтобы дети занимались. Сейчас проблемы у нас в школе как-то не было таких серьезных. А вот в Руднянской школе школы чуть побольше. Волейбол играет пальчик раз. Волейбол кто играл знает. Эти выбивают пальцы большие. Бывают эти вот пепясь. А пугал, все. До суда. Не понимаете? Ну абсурд уже. Ребенок бегает. Вот у меня было эстафетку. Бегут там, передают эстафетку по залу. Там четыре человека, допустим, распределяются по карьерам. Он бежит на ровный месяц. Ровный пол. ДСП. Ровный. Там никаких нету этих. Девочка падает. Коршистый зуб. Там родители, как приезжали, там мамане, такой хай подняла. Я говорю, вы понимаете, не толкала никто. Сама упала. Спотнулась. Ну бывает такое. Спешит, ребенок хочет выиграть. Все, чтобы не ходила, больше не бегала. Да, я говорю, да, ради бы вы. Девочка, ничего бы нет. Все, не будет, пусть она сидит. Ради будет, пусть сидит. Чрезмерная опека, да? Ребенок посидела недельку. Владимир, аж можно будет? Ну дети. Можно, говорю. Ну, упадешь, все равно выберешь. Я получу черщики. Ну дети. И вот такое, чрезмерное. Это не опека, я не знаю, что они хотят с них. Мальчикам сейчас у нас пошла вот такая тенденция. С мальцового же готовят его, чтобы в армии не случили. Понимаете? Такое там соболезнь. И когда с собой подходит, он увиливает. Реводку пьют за голову, пиво пьют. Девочками гуляют. Это можно. Заниматься спортом и физкультурой нельзя. В них освобождение, освобождение, освобождение. Сейчас Владимиру Николаевичу 71 год. Но он продолжает свое дело и работает тренером в Руднянской средней школе. Для него гиревой спорт – это дело всей жизни. И на этом благородном пути хочется пожелать ему крепкого здоровья и больших побед, заслуженных его воспитанниками. Валентина Конышева, Анна Муслимова, телеканал Волгоград-1.